Привет, я Женя, а это не Фото 360, а новый мем Ютуба, который называется Манекен Челлендж. Его суть – застыть как манекен и снимать видео происходящего вокруг со всех сторон. Кстати, компания Майкрософт уже приняла вызов мировой паутины и запилила такое вот видео. Как вы уже догадались, на нем не только сотрудники корпорации, но и дракоши из дополненной реальности. И это не все новости на сегодня, так что делайте картинку на полный экран и смотрите. Как снять стресс при помощи виртуального шлема? Зачем геймерам подгузники? И кто сделал аналог HoloLens за 30 долларов? Цена настоящих очков до полной реальности от Майкрософт около 3000 долларов. Согласитесь, дороговато. Хорошо, что в мире есть великие и ужасные британские ученые. Они думали, думали и придумали почти такой же гаджет, только в 100 раз дешевле. Называется он The Box. По сути, это картонные очки для смартфона, специальное приложение и какие-то странные бумажки в придачу. Это картонные контроллеры со специальными кодами, а также кружки с кодами для разметки пространства. Именно благодаря им мир вокруг вас превращается в виртуальный. Также на камеру смартфона придется надеть специальную линзу, чтобы расширить поле зрения и поиграть в игры до полной реальности. Стоят картонные HoloLens 30 долларов, но пока еще не появились продажи. Ну а пока британцы делают очки до полной реальности из картона, китайцы выпустили первый в мире смартфон для съемки видео 360. Это специально для тех, кто любит делать себяшки-окружашки. Если вы помните, так называют селфи 360. Называется смартфон ProTruly Darling VR. У него есть передняя и задняя широкоугольные линзы в 13 мегапикселей и специальный встроенный софт, который сшивает изображение. Пока гаджет продается только в Китае и стоит 590 долларов. Есть еще версия с бриллиантами за 1300. Но это для тех, кто любит, чтобы было дорого-богато. Если китайцы новинку оценят, гаджет запустит в продажу и в других странах. И тогда нас ждет атака селфи 360. Кстати, камеры 360 нужны не только для селфи. И новое приложение для дизайна и ремонта помещений тому явное доказательство. В мире наконец-то появился специальный софт, который сам делает 3D-модели комнат и снимает их точные размеры. Приложение Canvas для планшета само сканирует дом, сохраняя заданные пропорции вплоть до миллиметра. Согласитесь, это намного проще, чем носиться с рулеткой, а потом в итоге все равно ехать за недостающим рулоном обоев в магазин. Также скан помещения потом можно загрузить в автокад и планировать дизайн квартиры. Работает приложение в паре со специальной 3D-камерой Structure Sensor. Стоит такой комплект 380 долларов. А услуги замерщиков и дизайнеров иногда намного дороже. Так что вполне возможно, что такое использование 3D-камер и дополненной реальности скоро оставят непродвинутых профессионалов без работы. Если у вас тоже стресс от ремонта или просто по жизни, не переживайте. От него легко избавиться при помощи HTC Vive. Скоро для шлема виртуальной реальности выйдет специальное приложение для борьбы с негативными эмоциями. Обычно, когда терпение на исходе, многие предпочитают разбить какую-нибудь вещь, предмет мебели, декорации, чье-то лицо, ну в общем все, что попадет под руку. От негатива это, конечно, избавляет, но от уборки мусора нет. Поэтому студия TidMouse и Viacom Next придумали мэш-пати, в которой можно устроить виртуальный погром. За количество сломанных вещей здесь дают очки, и длиться этот геймплей может вечно, пока не полегчает. Одна проблема даты релиза неизвестна, поэтому придется немного подождать. И пока избавляться от негативных эмоций по старинке. Кстати, психологи давно доказали, что бороться со стрессом очень помогают ужастики. Как это ни странно звучит. А хоррор игры вообще так помогают, что из тигра делают от ванчика зачитанные часы. Теперь проходить терапию можно не снимая VR-шлема. В мире появились подгузники для геймеров. Стильные подгузники, в которых даже по улице не стыдно ходить, разработала компания Red Barrels. Столь неожиданный предмет гардероба придумали специально для игры Outlast 2. Разработчики рассказали, что их новая игра такая жуткая, что подгузники точно пригодятся. Сейчас они собирают средства на них на кикстатере. Удивительно, но сумма почти собрана. Мне кажется, я даже знаю, кто будет первым покупателем. Вот этот парень. Он просто обожает ужастики. Ну а для тех, кто всяким ужастиком предпочитает спорт, тоже есть чему радоваться. Появились сразу две виртуальные игры. Одна для футболистов, другая для баскетболистов. Так студия Иванович Геймс создала симулятор вратаря для HTC Vive. Игра предлагает 150 разных уровней, режим аркады, быстрый режим, а также мультиплеер. Так что, если вы давно мечтали побывать с голкипером, но на реальное поле выходить не хотите, в Final Goal'е то, что нужно. Да и фейлить виртуально не так обидно, как в реале. Кстати, стоит игрушка 211 рублей. И вот еще одна спортивная игра, которая доступна для PlayStation VR, HTC Vive и Samsung Gear VR. Это баскетбольный симулятор, основанный на знаменитой игре NBA 2K17. Виртуальная игра предлагает пользователям встретиться с самим Полом Джорджем, а также лично побывать на спортивной арене Bankrupt Live Fieldhouse. Покидать в корзину мяч стоит 1069 рублей. А следующее приложение, про которое я вам расскажу, абсолютно бесплатное. И понравится тем, кто любит рисовать и ждет появления контроллеров Oculus Touch. Релиз контроллеров намечен на 6 декабря. В этот же день появится приложение Quill, с которым можно виртуально рисовать что душе угодно, надев Oculus Rift. Оно чем-то похоже на Tilt Brush для HTC Vive, только достанется всем обладателям шлема Oculus бесплатно. Кстати, приложение Quill считается профессиональным, и с его помощью уже был создан виртуальный анимационный фильм «Диа Ангелика». Это были все новости на сегодня. Если вам понравились наши новости, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, творите добро, чаще улыбайтесь. В общем, всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей о 3DWR. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...